Итак, добро пожаловать в Припятское автотранспортное хозяйство номер два. Сейчас с вами посмотрим аккуратненько, что там сохранилось. Так как здесь мы видим несколько надписей о том, что объект под охраной. Также это называется гараж Чернобыль сервиса. Здесь хранились и хранятся до сих пор автомобили, которые использовались в процессе ликвидации последствий аварии. А именно здесь сохранились очень важные в историческом плане автомобили для дезактивации территории Припяти. Сейчас я вам их покажу. Вот они, друзья, те самые белазы. Видите, в них такие баки огромные. У них был специальный коагулянт, специальная жидкость, которая разбрызгивалась на территорию Припяти по улицам с целью снижения мощности дозы. И эти автомобили созданы на базе Белаза, на шасси Белаза. Вот, и они до сих пор сохранились в более-менее хорошем состоянии. Кстати, да, друзья, я здесь был чуть более недели назад, и вот этот кузов, он был поднят. То есть кто-то сюда вид находит и что-то здесь до сих пор разбирает. Продолжение следует... сейчас мы находимся на площадке отстоя ликвидаторской техники в городе припять то есть это те остатки техники те детали на чем работали вот например и mr2 такая машина на гусеничном ходу инженерная машина разграждения расшифровывается ее название вот именно такими автомобилями точнее такими машинами сносились дома в селах таких как село копачи и село чистогалов в зоне отчуждения радиационный фон точнее мощность дозы сейчас у нас составляет 60 микрорентген в час это в два раза превышает норму норма это 30 или на этом радиометре 0.3 до 03 естественно и mr особенно вот на гусеницах имеет загрязнение вот видите сразу радиационный фон пошел вверх естественно самая грязная техника ликвидаторская уже захоронен в могильниках и также стоит на пункте захоронения радиоактивных отходов буряковка ну вот лично мое мнение что вот такие огромные машины которые используются ликвидации последствия аварии они представляют огромный исторический интерес непосредственно исторический вот видите такой ковш имеет эта машина обычно этот ковш и имеет больше всего загрязнения конкретно на этом экземпляре превышение не очень большие вот это остатки зила просто вот так в хаотическом порядке они здесь набросаны разбросаны естественно все цена из них уже снята не обязательно мародерами могли те же ликвидаторы поснимать для того чтобы использовать других машинах которые используются внутри чернобыльской зоны отчуждения превышение чуть более чем в два раз это совсем немного вот еще один и мр только более сильно развандаленный разобранный замеряем уровень радиации радиация в абсолютной норме 30 микролюнген также тут на площадке сохранился вот такой вот краз мы видим на нем значки радиационной опасности именно на таких кразах и возят радиоактивные отходы по зоне отчуждения вот этот значок несмотря ни на что уровень радиации здесь в пределах нормы даже в кузове хотя в этом кузове я уверен что возили очень такие фонящие вещь маз вот видите написано вот такие вот мазы стоят тоже абсолютно чистые по радиации по гамма чувствительного дозиметра у меня нет с собой к сожалению но вот так вот скорее всего что здесь все именно очищалось все эти машины которые здесь стоят скорее всего они чистые что сейчас зайдем в здание в котором скорее всего сидела охрана еще не так давно буквально может год назад что-то видим номера стандартно пластикат лежит на ступеньках как во всех помещениях чернобыльской зоны которые использовались после аварии здесь в этих помещениях производилась замена различных агрегатов ремонт техники ликвидаторской ну это все было в 90-е в начале двухтысячных скорее всего вот потом это место просто уже числилась на балансе здесь сидела охрана вот здесь мы видим что это такое помещение в котором еще совсем 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 недавно здесь сидела охрана скорее всего вот как видите состояние этого помещения довольно таки хорошее ну здесь мы видим такую подсобочку в которой еще осталось множество различных деталюшек деталек здесь тоже детальки лежат здесь шкафчик с рабочей одеждой вот так вот множество различных болтов, гаек, крепежа бойлерная бойлерная нам особо не интересно хотя здесь тоже сложено немало комплектующих это тоже скорее всего уже минимум с десяток лет не использовалось ооо друзья смотрите здесь еще станки остались возможно кто-то из вас дорогие зрители кто меня сейчас смотрит умеют такими пользоваться резьба фрезерная да это вот это огромное помещение где производился скорее всего ремонт автомобилей в том числе и больших тех которые стояли белазы здесь тоже видим различные плакаты такие у которых наставления по технике безопасности для трудящихся в этом месте есть такой эффект понимания что совсем недавно еще здесь кипела работа всем спасибо кто смотрел всем пока спасибо 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 спасибо